Страшные землетрясения В скором времени планету сотрясет от трех страшных землетрясений. Первое произойдет в России. Она находится под покровительством Господа и Божьей Матери, но в последнее время люди забыли о вере, больше заботятся о материальном, чем о духовном, поэтому и будет послано им наказание. Цитата. Кровь тысяч мучеников будет выпиять к небу о помиловании. В самом народе начнется протрезвление и возврат к Богу. Пройдет, наконец, определенный правосудным судьей срок очищающего испытания и вновь засияет ярким светом возрождение святое православное в тех северных просторах. Это землетрясение приведет к панике, но только в начале. Потом народ поймет. Конец цитаты. Второе землетрясение ожидает безбожный Китай. Оно будет настолько мощным, что китайцы сразу поймут, это гнев Божий. Цитата. Землетрясение будет такой мощности, что подготовка к нему окажется тщетной. По мощности еще в Китае не было такого землетрясения. Конец цитаты. Самым страшным будет третье землетрясение в Америке, которое приведет к экологической катастрофе. Цитата. Но самое страшное будет после этого. В Америке разрушения будут неисчислимы. Экологическая катастрофа. Конец цитаты. Что касается Европы, то ее будет трясти постоянно. Цитата. Европу будет трясти повсеместно. Уходящая в Содомию Европа имела время на покаяние. Но их это не интересует. Их интересует могущество в мире, нажива, достаток. Конец цитаты. Об Америке. А вот американцам будет не до военных распри. Ее будет трясти не только от природных катаклизмов, но и рукотворных. Так что Америке будет не до турецких земель. Вернется ей бумерангом все то, что натворила она в других странах. Цитата. Америка будет подвержена совершенно небывалым и странным катастрофам, землетрясениям, смерчем и торнадо. Внутри страны разгорится противостояние народа, правительству. О северных странах. По словам старца, Финляндия, Норвегия и Швеция практически полностью отреклись от Бога. Люди призывают его только на словах, а внутри же его не чувствуют. Цитата. Вы оторвались от отеческих объятий настоящего Бога Отца и дали оружие в руки дьяволу, чтобы вам причинить боль. Конец цитаты. Но если вернуться к вере и покаяться от чистого сердца, то будет все хорошо. Один совет дал Элпиде скандинавским народам. Не ходить войной на Россию. Иначе потерпят страшное поражение от небывалой военной мощи. Цитата. Если царство медведя решите потревожить, то она готова вас будет стереть в порошок без возможности восстановления. Конец цитаты. Об Украине. Горько старцу от того, что попала эта некогда славная страна под чужое управление, и стали лжеправители уводить народ от православия. Цитата. Ты не видишь, как причиняешь боль своим святым мученикам и преподобным. Плачут и молятся они за вас. Ты отвергаешь истинную веру свою, подчиняясь французской династии. Собою управлять даешь и не хочешь успокоиться в водах православной веры. Конец цитаты. И стоит теперь над Украиной враг рода человеческого, уже готовый нанести смертельный удар. Старец призывает украинцев создать цепочку молитв каждые три часа, молиться Господу и каяться, и тогда можно предотвратить великие скорби. О Грузии. Укоряет старец и грузинский народ, который разрешает руководить собой. Цитата. До каких пор ты будешь слушать тех, кто заставляет тебя воевать, как мышь с медведем? Подумай о правде и действуй соответственно. Не хочу плакать в разрушенной и жалкой земле. Конец цитаты. Предупреждает Элпидий Грузию не воевать больше с Россией, ибо мощь ее велика, и может она, играючи, стереть своих врагов с лица земли. Цитата. Конец цитаты.